Данное видео выходит при поддержке компании Point, которая является официальным дистрибьютором Autodesk в России по направлению Media & Entertainment. А также компанией EFF. Все уроки, которые я выпускаю на канале, делаются на лицензионном в софте. Итак, всем привет! С Вами Криволин Андреевич. И я продолжаю отвечать на вопросы по 3D, которые Вы задаете на YouTube, в личных сообщениях и так далее. Как обычно, читаем пункт «Обязательно прочитать» в списке вопросов, который закреплен в закрепленном комментарии. И следующий вопрос, на который я обещал ответить. Это вопрос от Сета под видео, которое называется «Как я сделал эти прически?». То есть вот, было видео и под ним Сет задал вопрос «Как ты рисуешь гайды в Максе для получения нужной формы прически?». Спасибо, отличный Минкинов! На этот вопрос такой многогранный, скажем так, я задал Сету вопрос, какую конкретно форму он хочет повторить. Пока я жду ответ. Будет еще видео, когда он ответит. А сейчас я хочу записать видео, как я себе представляю, какую форму. То есть на примере одной формы расскажу, как я вообще рисую гиды. WarNatrix 3ds Max. Итак, я уже создал Сферу, чтобы на ней уже рисовать. Добавляю 4ball. Здесь очень просто все. И выключаю эти два модификатора. Удаляю гид. Ctrl-I. Delete. Все. И дальше выхожу из Root Mode, чтобы рисовать гиды с помощью DrawStrand Tool. От DrawStrand Tool, о ней можете почитать документации. Ссылку я закреплю тоже в комментарии. И нажимаем на эту кнопку. И допустим, нам нужна какая-то интересная форма. Делаем больше точек. Чтобы она была более плавной. Например, я хочу получить вот такой вот пучок. И рядом с ним, например, вот такой вот. То есть какая-то такая будет прическа. Гид, который остался, удаляем. Далее включаем HereFromGuides. И давайте поменять цвет, допустим, на зеленый. Далее включаем ChangeVids, чтобы было видно форму. После чего в ChangeVids, в HereFromGuides поставим 100%. Чтобы было более плотные волосы, ChangeVids меньше. Чтобы они были тоньше. И теперь после HereFromGuides назначаем Clumping. Clumping делаем пакетом. То есть по автоматам стоит Guides. Create. После чего, чтобы получить пучок. Смотрите, вам нужно включить, во-первых, SetClumpSize. И потом обратить внимание на этот график. И сделать вот так. Вот, пучки есть. Конечно же, мы можем сделать меньше. То есть регулировать таким вот образом. Можно сам ClumpSize регулировать. То есть сделать их поменьше. Вот. И таким образом получается, например, такая форма. То есть здесь, как видите, нет ничего сложного. Вот. ChangeVids, естественно, делаем еще меньше. Чтобы волосы прям были идеальные. И в принципе все. То, что требовалось доказать. Вы можете сделать еще Smooth. После EditGuides. Какой-нибудь там. Допустим, назначить... ArnatrixDetail. StrandDetail. Он есть здесь. Вот он. Вот. DetailModificator. И с помощью него, допустим, поставить Amount. У нас в 100%. И точек. Можно поставить, допустим, 50. А формы уже управлять с помощью Points. Сглаживание тут более плавное делать. Вот. И таким вот образом получится такая форма. Если вы хотите расширить, как-то управляем этим графиком. Можно вообще поджать вот так вот. То есть тут смотрите сами. Каким-то таким образом можно управлять формой. И конкретно по определенному гиду. И достигать результата. Еще можно по интерполяции поэкспериментировать. Мне допустим, если конкретно по таким пучкам, то лучше использовать Guide Circle Area. Вот. И таким вот образом получаем нужную форму пучка. Если вас не устраивает там какие-то изгибы, добавляем еще гиды. То есть берем и копируем гид. К сожалению, пока в Max нет одной функции, которая есть в Maya. Поэтому я часто для этой задачи использую Maya. То есть потом копирую гиды, переношу их в Maya. Сейчас я расскажу, как делать. Как раз расскажу. Plant. Рядом допустим ставим там 1, 2, 3. То есть я хочу конкретно вот такой вот пучок получить. Но видите, здесь разброс идет. Поэтому это можно исправить с помощью одной функции в Maya. Max я уже запросил ее. Надеюсь добавят. Например, вот таким вот образом я хочу получить пучок. А между ними нарисовать, например, еще вот такие вот стренды. То есть какая-то такая будет прическа уже. Вот. Это все дело мы скинем в Maya. Потому что в Max пока нет этого инструмента. То есть что мы делаем? Мы оставляем эти модификаторы, чтобы сохранить настройки, которые мы уже сделали. И дальше просто копируем данный объект. ForBall. Ctrl-V. Copy. В этом объекте удаляем все модификаторы до Edit Guides. Delete. Затем назначаем Edit Spline. И нажимаем Collapse To. В итоге у нас получается Edit Spline. ForBall скрываем. Естественно он в Maya скинется. Но не обращаю на это внимание. Теперь главный момент, который я недавно решил для себя и хочу тоже вам подсказать как делать. Если у вас 3ds Max 2021. А в Maya допустим 2020. Потому что 2021 пока нет. Ну она есть в бета, но скажем так официально 2020. И последняя версия Max 2021. Как же скинуть в Maya? То есть если вы попробуете просто скинуть, у вас это может быть не активно. Как же это сделать, чтобы все работало правильно? Для этого вам нужно зайти по пути C. Program Data. Здесь есть Autodesk. В Autodesk есть такая папка Synergy. В Synergy обязательно находим Max 2021, 23, 0, 64, Sync Config. Открываем с помощью Notepad Plus. И здесь, как видите, у меня 3ds Max 2020. Numeric version 2020. Но путь к 2021 Max. Ну и все остальное оставляем по умолчанию. В Maya это Autodesk. Autodesk Maya 2020 и здесь я ничего не менял. Вот. Сохраняем этот файл. И в итоге у вас будет доступен экспорт в Maya. Теперь, чтобы это перенести в Ornadex Maya. Файл. Send to Maya. Send as you send. Нажимаем и ждем. В итоге у вас откроется Maya и будет такое окно. Нажимаем Don't Save. MS plugin есть у вас и закрываем. И появляется вот такая вот сфера. И здесь в Outliner будет 4ball, который у нас не активный. Естественно, потому что Anatrix с помощью Send Toon не перекидывается. И 4ball, которые кривые. На 4ball, которые кривые, обязательно вытягиваем с помощью средней кнопки мыши в пустое место. Затем нажимаем Modify. Freeze Transformation. Reset Transformation. Edit. Delete. All by Type. Все. Так, стоп. Теперь назначаем Ornadex HairFromCourse. В HairFromCourse обязательно выставляем 70 точек, так как мы их рисовали. Потом это все можно оптимизировать, но сейчас не об этом. Затем в Ground Strength указываем Mesh в сферу. Attach Roots. У вас может быть вот такой вот момент. Если он появился, то удаляем это все дело. И еще делаем Reset XForm на сферу. Modify. Freeze. Reset. Delete. All by Type. History. И на всякий случай еще раз. Freeze. Reset. Delete. All by Type. Вот. 4ball выбираем. HairFromCurves. 70 точек. Ground Strength. Указываем Distribution Mesh без Ground Closets and Attach Roots. Все. Все работает. Назначаем Edit Guides. Ornatrix. Edit Guides. Теперь эти кривые скрываем. Они нам не нужны. И что мы делаем? Выделяем ту форму, которая нам нужна. И здесь есть инструмент Demo Clump. То есть вот этот вот инструмент. Активируем. В Tool Settings здесь выбираем Demo Clump. Сразу говорю, что в Max это скоро появится. В ближайшее время. Прямо. Вот. Затем выбираем Effect Selected Only, чтобы не задеть другие гиды. И Preserve Strand Lens выключаем. Теперь аккуратно направляем кисть именно там, где нам нужно сделать пучок. То есть вот так вот. И мы получили нужный пучок. То же самое делаем с другим гидом. Все. У нас есть нужная форма. Плавная, красивая. Эти гиды оставляем, так как они есть. В принципе. Вот. Теперь поверх Edit Guides назначаем Ornatrix. Курс From Strands. Здесь нажимаем Separate Curves. Так, что-то здесь не пошло не так. Значит просто Copy Curves. Стоп. А, да. Separate. Извиняюсь. Тут надо вот это все дело Change Vise удалить. Вот. Теперь получится Separate Curves. И удаляем историю. Delete History. В итоге у вас будут все кривые, которые можно скинуть в Max. Опять же нужно было сделать ту функцию, которую я показал. И тогда у вас будет все работать. Если у вас не появилось меню Send to 3ds Max. Обязательно Windows Setting Preference. Плагин Manager. Нужно включить. Включить такой плагин, как... Который называется One Click. Он у вас должен быть активным. Вот. После чего... Смотрите, в 3ds Max. Мы можем удалить эти уже кривые. Они нам не нужны. Возвращаемся в Mail. И... Сферу удаляем. Она нам тоже не нужна. И HereFromCurves. Просто выделяем. Нажимаем File. Send to 3ds Max. Add to Q&Send. Вуаля. У нас есть эти кривые. Что мы с ними делаем? Естественно, мы также делаем Ungroup. Group. То есть, выделяем эту группу. Group. А они все просто... Ну, короче. В общем... Их нужно перетянуть сюда. Вот. HereFromCurves. Удаляем. Далее. Выделяем все гиды. И... И... Делаем Edit. Transport. Unbox. Reset. XForm. После чего... Вам нужно выделить эффект Pivot Only. Shift. A. И... Выровнять по сфере. После чего... Aligned World. В принципе, все. Теперь... Вам нужно это превратить в Ornatrix объект. Для этого... QuickHair. HereFromCurves. Все. Есть. Теперь... В GuideFromShape выбираем Normalize Coordinate Strength. 70 точек. А, извиняюсь. Тут нужно... Есть один момент. Нужно объединить эти кривые. Я забыл. Так. Смотрите. Здесь выбираем Attach Multiply. И добавляем все кривые. Attach. Все. После чего Edit. Transport Toolbox. Reset. Все. Все работает. Естественно, вы... Если у вас нет MyOrnatrix. В My... Вы можете это делать сплайнами. Я думаю, сплайнами вы можете работать. И это все таким образом превратить, чтобы была такая же формула. Теперь... HereFromCurves. GuideFromShape. Normalize Coordinate. У нас 70 точек. Ground Strength. Ground Closet. End. Выключаем. Указываем. BaseSurface. Serra. Root Detached. Проверяем. Все нормально. Назначаем Edit Guides. И... Теперь ChangeVice можно удалить. Он нам не нужен. И помните, что я оставлял ForBall. Просто эти все модификаторы копируем. Вставляем сюда. Paste. Далее. ForBall можно удалить. И здесь, в этом HereFromCurves. Просто делаем... Так. Проверяем, что у нас тут. HereFromGuides. Так. Stock. Lamp. Create. Все. У нас есть пучки. Вот такая вот прическа. Такого вот цвета. В принципе, все, что и требовалось получить. HereFromGuides. Ставим, допустим... Вот таким вот образом. В принципе, это все. В Clump. Проверяем. Вот. Получилась такая форма. Можно с интерполяцией еще поиграть. И получить такую форму. Вот. Можно настроить Clump. Можно получить такую форму. То есть... Тут смотрите сами. Причем, в Clump. Можно настроить... Радиус. Допустим, 5 см мне нравится больше, чем просто по автоматической настройке. Как-то так. Понятное дело, что Clump. Можно для этих пучков задать другой. Давайте покажу как. Потому что естественно возникнут вопросы. Допустим, я хочу оставить эти пучки без рунилист. На 5 см. А эти прям поджать. Для этого выключаем... Так, давайте поставлю показ. 10 тысяч. Чтобы было... Быстрее Viewport. А Bottle. Вот. Выключаю пока все модификаторы. И в Edit Guides. Включаю группы. Для этого иду в Use Groups. Для этих пучков... Так, стоп, стоп, стоп. Для этих пучков... Я... А что ж такое? В Maxx кстати бывает странно работает деление. Вот. Для этих с Control выделяю эти гиды. На них назначаю, допустим, пятую группу. Assign. Control-I. И допустим, седьмую группу. Assign. А теперь, если включить Head from Guides Clamping. И здесь, допустим, поставить пятую группу. Вот. А Clamping применился, как видите, только к пятой группе. Вот. А теперь мы будем создавать еще один Clamping. То есть копируем его. Вставляем. И делаем седьмую группу. Create. Только здесь уменьшаем Set Clamp Size. Видите? Получились пучки более интересные. Понятно, можно графиком это все еще настроить. Можно Amount настроить. Вот таким вот образом. То есть... Все очень просто. Таким образом получаем стилизованную прическу или какую-то другую. Все зависит от задачи и от формы, которую вы хотите получить. Понятное дело, если какие-то есть там пересечения, вылезло что-то. Еще нужно добавлять гиды, а можно пойти другим путем. После всего этого дела добавить Edit Guides. И отредактировать форму. То есть выбрать эти гиды. Взять кисточку. Взять кисточку. Взять кисточку. Взять кисточку. Взять кисточку. Или, допустим, мне не нравится, что этот пучок влазит сюда. Я просто его выбираю. Включаю режим... Где он тут? Эластик. Я путаюсь, потому что я чаще работаю в мае. Вот. Эластик мод. Вот. И Affect Selected Only обязательно. Таким вот образом, этот пучок просто сдвигаем сюда. Вот. Для интереса, Вы можете полностью редактировать форму. Смотрите. Взять, например, выделить эти руты. И как-то их аккуратно. С помощью кисти. И эластик мод, который активирован. Вот таким вот образом приподнять. Можно тут выключить презент Стрэнд Лэнс. Тогда не будет такого. Вы видите, что происходит. И получить еще один какой-то вот такой пучок, например. А потом плавно, без эластика. Это все дело как-то вот так вот. С презеров Лэнс сделать. Выдвинуть. И получить нужную форму. Ее же разгладить. Только без презеров Лэнс. Вот. А потом с помощью, опять же, эластика. Отодвинуть. Как-нибудь так. И таким образом формировать нужную прическу. Только учитывайте, что если Вы сделали вот так, как сейчас я сделал. Желательно не сильно отходить от первоначальной формы гидов. Потому что, когда Вы назначите MovePhysics. Я сейчас покажу. То есть, если сейчас сюда. Назначить MovePhysics. По умолчанию с настройками. Где он тут? Вот. Включить. RealTime. Выключаем для него. И Play. В принципе форма. Там нужно еще настроить форму. Она будет держаться того. Можно Adobe Strength. В общем, есть нюансы, когда лучше не отходить прям так далеко. Как я сделал. Но это уже другая тема. И другие настройки. Здесь вопрос был не об этом. Поэтому это все, что я хотел показать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.